И всем привет, ребят, с вами Пестер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. В последнее время у нас довольно редко выходят подобного рода видосы, на заднем фоне я, конечно, сегодня постараюсь что-то еще поиграть, постараюсь как можно лучше, но не знаю, насколько там хорошо это получится. Сегодняшняя тема видоса по превью или по названию вы уже поняли, что мы будем говорить о нулевом уроне, о том моменте в игре, которое в последнее время все больше и больше меня раздражает. Я уверен, что оно раздражает не только меня, и я решил этой теме уделить полноценный целый видос, в котором я попытаюсь высказать всю свою позицию, связанную с этим нулевым уроном и с тем, что я думаю по этому поводу. Потому что ежедневно практически у меня лично моментами уходит большое количество нервов. Сразу же хотелось бы сказать, что если вы являетесь тем игроком, который стоит на респе, играет с приваренной башней, либо особо сильно не разбирается в этой игре, я думаю, что на этом моменте вам уже стоит выключить этот видеоролик, потому что он определенно не для вас. Чтобы у вас там потом не было всяких негативных комментариев, там еще прочих вещей, я бы на вашем месте просто закрыл бы этот видос. Давайте пикнемся в бой, ну и уже начнем рассказывать все, что я думаю. Относительно недавно у нас появился этот нулевой урон, я не знаю, честно, сколько времени уже прошло, может прошло полгода, может прошло больше, да, но где-то все это в рамках одного года точно. На, наступил уже 2200, 2200, говорю, 2022 год. И, ну, я решил, что пора уже говорить об этом, пора уже говорить о том, что я с респа могу на нулевом уроне проехать половину карты, да, то есть, ну вот видите, да, вот, да, я доехал практически до вражеского респа с кризисом, и на протяжении всего этого момента у меня был нулевый урон, да, если бы по мне бы наносил урон противник, то он бы, ну, ничего бы не смог сделать, он бы просто кидал ноль, да, и, будь у него там пушка с крит уроном, будь у него, там, я не знаю, что, да, но он бы не мог бы мне ничего абсолютно нанести. Так же самое, если бы у него был бы, например, тот же Хантер, либо Паладин, либо еще чего-либо, он не мог бы нанести мне никакой статус-эффект, за счет того, что у меня есть нулевой урон. Изначально разработчики игры сделали это для того, чтобы те игроки, которые особо сильно не играют в эту игру, да, и зачастую не справляются ни с чем, да, могли хоть как-то что-то в ней делать, да. Но как по мне, как по мне, как по мне, это сильно не спасло их, но очень сильно повлекло за собой негатив от тех игроков, которые привыкли играть без этого нулевого урона. Вы видите, что я подъезжаю постоянно на респе, специально взял хори фреза, специально взял кризиса, дабы как можно быстрее добираться до вражеского спауна, и то, что делают довольно большое количество игроков, да, играя на продувах, они стараются, по большей части, да, те, которые понимают, как это работает, стараются сближаться с оппонентом и наносить как можно быстрее ему урон, потому что пушка дамажит очень жестко, и у вас есть возможность нанесения быстрого, большого урона по оппоненту. Они стараются зажать респ, стараются быть максимально полезными и уничтожать противника. Но за счет вот этого самого замечательного нулевого урона, моментами они сталкиваются с такой простой ситуацией, что респится танк, у него на протяжении 6 секунд работает нулевой урон с момента его спауна, и он не успевает просто-напросто его слить. Получает безумно большое количество дамага, который он, по идее, не должен был получать, если бы у нас не было бы такого обновления, и уходит на респ. Тот самый игрок, который правильно играет и делает качественную работу, чтобы его вооружение работало. Те моменты, которые встречаются с овердрайвами, как я уже сказал, да, это вообще отдельный тем. Вообще отдельный тем. Когда ты, например, на хантере прожимаешь овер в нулевой урон, и просто тип умирает. Для чего это работает? У меня огромный вопрос. Зачем такой долгий нулевой урон? Я уже не говорю о том, что эти 5 секунд не дают вам возможности набивать большее количество очков, большее количество кристаллов. Это уже еще одна отдельная тема. Если вот эти все 5 секунд прибавить и сложить их в одно целое, то выйдет, что вы в тайминге могли за капку набирать порядка 15-20 килов больше. Потому что вы это время потеряли на нулевой урон оппонента. А вместо этого нулевого урона вы бы могли наносить по нему урон. Если вы могли наносить бы урон по одному, по второму, по третьему, по четвертому, по пятому, соответственно, вы бы могли их сливать в большем количестве. Надеюсь, что этот момент тоже понятен для тех ребят, которые, ну, может быть, не так жестко сильны в этой игре. По поводу того, что разработчики говорят о том, что это обновление сделано для тех ребят, которые, ну, не могут ничего сделать, да, с теми, кто, например, выпушивает респ, и дабы они просто не респились с одного респа на другой, да. Ну, ведь обусловлено это именно этим моментом, что, типа, типы стоят на своем респе, и их респят. Бах! Они улетают на новый респ, их опять респят. И для этого был сделан нулевой урон, чтобы они могли себя почувствовать чуть комфортнее. Расскажу вам одну маленькую тайну. Если вы играете с приваренной башней, и особо не понимаете, что нужно делать в игре, то, боюсь, вам этот нулевой урон никак не поможет. Абсолютно никак. И поэтому говорить, что нулевой урон сделан для того, чтобы игроки могли отреспаться и что-то сделать, это бред. Ведь если вы понимаете, как играть, и что нужно делать в этой игре, да, у вас таких проблем не будет. Вас не смогут респить с респа на респ. Потому что у вас уже будет танк, который сможет также дать отпор с респа. А так, получается, что вы приезжаете на вражеский спаун, чтобы уничтожать оппонента, а у него есть жесткое преимущество на протяжении 6 секунд. То есть 6 секунд подряд по вам оппонент может наносить урон, и вы ему в этот тайминг ничего абсолютно сделать не можете. Я мирился с этим очень долго, очень долго думал по этому поводу, да. И, ну, наконец-таки дошел до того, что записываю этот видос, и хочу сказать, что, ну, так оно не должно работать. Не должно. 6 секунд нулевого урона это очень, очень много. Почему у нас в ДМ-режимах и спецрежимах, да, которые вот у нас сделаны там ДМ с Джаггером, обычный ДМ, нету такого нулевого урона? Хотя там так же само можно брать и респить. Так же само можно уносить противников со спауна. Почему там этот нулевой урон составляет секунду-две? Почему? Почему в обычном матчмейкинге он составляет 6 секунд? Ведь когда-то он даже был чуть меньше. Его сделали еще дольше. Еще дольше. Зачем? Для чего это делается? Ну, для чего абсолютно? Я этого вообще никак не понять не могу. Этот момент отключает безумно большое количество грамотных движений, которые должны делать игроки в этой игре. Например, в CTF, если ты выпушиваешь респ, да, и грамотно контролируешь оппонента, да даже в том же режиме осады, который я в последнее время играю очень много, да, вы можете отбить сразу противника и за счет этого выиграть дополнительное время. При нулевом уроне я, конечно же, такого сделать не могу. Я должен сидеть где-то в средней зоне, а бывает, что даже и так, что противник с респа успевает доехать до точки, имея до сих пор нулевой урон. Да, то есть, ну, это бред. Это просто бред. Полный. Я на данный период времени могу согласиться единственное, ну, вот, на тот промежуток времени нулевого урона, который есть у нас в демочке, который есть у нас в демджиггернауте, соло джайпинге, да. То есть, там, 2 секунды. Окей. Это хорошо. Пусть будет 2 секунды. Но когда 6 секунд нулевого урона, то в этой катке, например бы, да, я делаю 33 килла с 6 секундами нулевого урона, я бы сделал 50. Я бы 100% сделал 50. Потому что ты постоянно теряешь те самые драгоценные секунды и получаешь ни за что. Просто ни за что ты получаешь большое количество урона. Как по мне, это не должно так работать. Абсолютно. Вообще. Это бред. Ну, полный бред. Просто полный бред. Я, ну, с каждым днем, с каждым днем просто от себя скажу, с каждым днем, у меня с этого начинает подгорать все больше и больше. Да, с этой несправедливости. С того, что какой-то крип, крип, просто полный крип, может унести тебя, и ты ему ничего не можешь сделать. Ну, просто ничего. Это не должно так работать. Абсолютно. Мне не надо подстраиваться под эти нулевые уроны. Мне не надо играть в средней зоне, чтобы уничтожить противника, потому что с респа я его уничтожить не могу. Я должен делать те вещи, которые я делаю на постоянной основе, например, в турнирах, да. То есть, ты должен грамотно принимать противника, выигрывать зоны и за счет этого быть более полезным в своей команде. Если ты этого сделать не можешь, то, наверное, надо это убирать, а не подстраивать игру под низший сорт игроков, которые с респа ничего не могут сделать. Ну, ну, как бы так и есть, да. То есть, ну, ты, если играть не умеешь, играешь с приваренной башней, тебе эти нулевые уроны там особо не помогут. Но зато помогут тем игрокам, которые там этим будут пользоваться, да, в какой-то степени. И для чего это? Ну, для чего это все? Зачем нужны эти 6 секунд? Также пример по воспожиге скажу, да. То есть, воспожига с нулевым уроном, которая была у нас со спецрежимом, где этот нулевой урон тоже составлял 6 секунд. То есть, там можно было доехать с респа на полигоне до точки, стоять на точке, унести трех противников, и до сих пор по тебе бы наносился нулевой урон. И это нормально? Либо ты респишься и забираешь золотой ящик, потому что по тебе проходит нулевой урон. Где логика? Где честность? Ее нету. Ее абсолютно нету. Вообще. И при этом всем так же теряется дополнительный фарм очков, опыта, кристаллов. Я считаю, что 2 секунды вполне достаточно игрокам, чтобы раздуплиться, понять где они находятся и уже принять решение в зависимости от спауна, в зависимости от режима, от карты, что им нужно делать с респа. 6 секунд это возможность уничтожить противника, при этом не получив никакого урона. И это то самое, чего не должно быть. Чего просто не должно быть. Если у нас игра должна быть ну в равных условиях, то это уже не равные условия. Как бы мне кто там что ни говорил, это не равные условия. Ты даешь преимущество более слабому игроку над более правильным игрокам, которые делают те вещи, которые должны выполнять игроки с точки зрения нормальной игры. А не игры от спауна и возможности уничтожения оппонента, который тебя пушит. Я не знаю. Меня очень сильно разрывает эта ситуация и... Я могу очень много говорить по этому поводу, но надеюсь, надеюсь, очень сильно надеюсь на то, что разработчики задумываются по этому поводу. Ведь я уверен, что... Подобные видосы смотрят. Да. И эти 6 секунд превратятся, превратятся, ну хотя бы в 3. Да, если уж. Я бы вообще убрал бы. Вообще, ну просто забыл бы. Раньше все играли без нулевого урона. Какие проблемы были? Не было никаких проблем. Не было. Не было их. То, что там где-то на форуме криповики плакали о том, что их респят. Да их и так будут респить. Их и так будут респить. Тут немного другая уже система получается. Совсем иная. А с ними, я думаю, что ничего не поменялось. Абсолютно. Поэтому пишите, друзья, обязательно, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Что вы думаете по поводу нулевого урона? Согласны ли вы с моей точки зрения по этому поводу или нет? Если согласны, поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok